Добрый день! Вы смотрите и слушаете новости на CBC и CBC FM. Меня зовут Руфат Халафов и в начале выпуска некоторые из главных тем. В ходе мероприятий, проводимых сотрудниками полиции Ходжавенского района, обнаружен схрон оружия и боеприпасов, в том числе гранатомет, гранаты и большое количество патронов. Необходимо оказать давление на Армению для получения точной информации о картах минных полей. МИД Азербайджана сделал заявление после очередного минного инцидента на освобожденных территориях. Франция обеспечит постоянную поддержку Армении. С таким заявлением выступил глава МИД Франции Стефан Сежурне. Париж продолжает открыто демонстрировать однобокую политику в отношении Азербайджана. Согласно отчету международного агентства Fitch Ratings, профицит счета текущих операций в Азербайджане будет оставаться двузначным в течение последующих двух лет. Рейтинговое агентство также отметило, что высокие цены на нефть и рост ненефтяных доходов сохранят профицит сводного бюджета Азербайджана. Сегодня президент Азербайджана Аль-Кам Алиф ознакомился со строительными инфраструктурными работами и работами по благоустройству в центральном парковом квартале и условиями, созданными в офисном здании Белого города Баку. Подробности расскажем в следующих выпусках. Мины, установленные Арменией, продолжают убивать азербайджанцев. Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в аккаунте в социальной сети X. В результате взрыва мины в Агдаме погиб еще один азербайджанец, а число жертв с 2020 года достигло 342 человек. Все должны оказать давление на Армению для получения точной информации о картах минных полей, отмечается в заявлении МИД. Как сообщили в Бординской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, сотрудниками полиции были обнаружены оружие и боеприпасы на территории Ходжавенского района. Переданы по назначению один гранатомет, 24 ручные гранаты, снаряды и патроны различного карибра, а также другие боеприпасы. Стронов может быть неограничено. Это может быть ограничено только вашей фантазией и возможностями того, что некогда называлось армией обороны, не существующего образования, которое я не хочу назвать. Недавно была информация, если я не ошибаюсь, около больше 15 тысяч единиц стрелкового оружия не досчитали в Армении. По итогам всего того, что происходило и в 44-дневной войне, и вот за последние три года. Вы понимаете, что это вооружение целого корпуса, если говорить просто о стрелковом вооружении. То есть каждому человеку, если дать по автомату. Соответственно, мы здесь говорим, если просто о мелком стрелковом оружии, то это оружие, которое в принципе, оно не... Речь не идет о каких-то крупных вооружениях, о танках, о ракетах и так далее, но это оружие, которое используется террористическими группами, герилла-группами, партизанскими отрядами и так далее. То есть речь идет о стронах, которые оставлены на случай, если вдруг. Программа «Великое возвращение», которая продлится до 2026-го, охватывает 25 областей и направлена на создание условий для нормального функционирования районов, городов, сел и благополучия каждого гражданина Азербайджана. Она остается национальным приоритетом, подчеркивающим возвращение бывших вынужденных переселенцев в различные освобожденные регионы. Процесс возрождения Физулинского района и подготовки его населенных пунктов к возвращению бывших вынужденных переселенцев успешно реализуется и в новом 2024 году. В рамках программы «Великое возвращение» в город Физули отправились его коренные жители. 25 семей, в целом 89 человек. Физулинцы отправились в родной город из комплекса «Габу-парк-3» в городахском районе города Баку. С учётом сегодняшнего переезда в Физули уже переселено 440 семей, то есть 1625 человек. Процесс возвращения идёт поэтапно. Он начался 18 августа прошлого года. Бывшие вынужденные переселенцы выразили признательность военнослужащим азербайджанской армии, освободившим земли от врага. Со слезами на глазах мы возвращаемся на освобождённые родные земли. Это слёзы счастья. Дай Бог, все граждане Азербайджана, кто лишился дома, вернётся на родину. Мы проживаем эти дни благодаря нашим героям, отдавших свою жизнь за свободу. Я хочу поблагодарить родителей наших героев за таких отважных сыновей, а также спасибо каждому, кто воевал со мной бок о бок. Благодаря вам мы освободили наши земли. В этом году Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев уже провёл жеребьёвку между семьями, которые будут переселены в Физули на следующем этапе. В соответствии с составом семей, 57 из них будут обеспечены двухкомнатными квартирами, 75 – семей трёхкомнатными и 15 – четырёхкомнатными квартирами. До сих пор эти семьи проживали во временных поселениях в разных районах Азербайджана. Первая группа бывших вынужденных переселенцев в этом году отправилась в Физули 18 января. «Моей радости нет предела. Мы возвращаемся в родные края. Жаль, что я не могу разделить эту радость со своими родителями. Однако я счастлива, что мои дети увидят родные края». «Мы сегодня возвращаемся в Карабах, на родину моего отца. С первого дня моей жизни я слышала о молитвах моих родителей вернуться в родной дом, и этот день наконец-то настал. Мы очень гордимся тем, что мы родом из Физули и возвращаемся в родные края. Мы безмерно счастливы». В Физули полным ходом идут восстановительные работы. К концу 2026 года в Физулинском районе будет проживать 22 тысячи человек. В соответствии с генеральным планом города Физули планируется строительство жилых кварталов, отвечающих современным требованиям. Кроме того, будут восстановлены и 10 сёл. На данный момент ведётся строительство газопроводов для обеспечения газом сёл Физулинского района. Также реализуется проект по созданию в городе Физули комплекса систем питьевого снабжения, канализации и отвода дождевых вод. Реализуемый Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана, проект рассчитан на удовлетворение потребностей 50 тысяч человек в городе Физули с учётом перспективного развития до 2040 года. В ходе экзит-пола на предстоящих внеочередных президентских выборах будут опрошены более 60 тысяч граждан. Об этом на пресс-конференции сообщили представители американской организации Oracle Advisory Group. Организация проведёт опрос в 40 регионах Азербайджана, включая Карабахский регион. В проведении опроса будут задействованы полторы тысячи интервьюеров и 10 аналитиков. «Я могу с большой гордостью сказать, что выборы, которые пройдут в Азербайджане, станут 25-м всенародным голосованием, в котором мы примем участие. Кроме того, для нас это будут пятые выборы в Азербайджане. До этого мы участвовали в четырёх выборах и в конституционном референдуме 2016 года, проведённых в вашей стране». Может ли Дональд Трамп вновь стать президентом? Несмотря на уголовное преследование со стороны американских спецслужб, экс-президент лидирует среди кандидатов от республиканцев. К тому же, один за другим его соперники выходят из президентской гонки, уступая путь Дональду Трампу. Так поступил и его ближайший соперник, губернатор Флориды Рон Десантис. Губернатор Флориды республиканец Рон Десантис заявил, что выходит из предвыборной гонки за участие в президентских выборах в США в 2024 году. В своём видеообращении выразил поддержку Дональду Трампу, несмотря на наличие некоторых разногласий. Причиной он назвал отсутствие чёткого пути к победе. Ранее свою предвыборную кампанию завершил другой кандидат от республиканской партии Вивик Ромасвами. Он также поддержал кандидатуру Трампа. Если бы я мог сделать хоть что-то, чтобы достичь желаемого исхода, больше мероприятий, интервью в рамках предвыборной кампании, я бы это сделал. Но я не могу просить поддерживающих нас людей безвозмездно тратить своё время, если у нас нет чёткого пути к победе. Я завершаю свою предвыборную кампанию, и, как и множество республиканцев, хочу дать второй шанс Дональду Трампу. Я хотел бы поздравить Рона Десантиса с отлично проведённой президентской кампанией. Они думают, что это легко, но это не так. Он действительно провёл хорошую президентскую кампанию. Как вы знаете, он объявил о выходе из предвыборной гонки, поддержав меня, за что я ему благодарен. Ранее к нам присоединился Вивик, сейчас Рон. Они все будут вместе с нами. Если вы хотите спасти Америку, это очень просто. Проголосуйте за Дональда Трампа. Заявление Десантис сделал всего за пару дней до Праймерс в Нью-Гемпшире, которые назначены на 23 января. Таким образом, единственным конкурентом Дональда Трампа на республиканскую номинацию стала экс-представитель США в ООН Никки Хейли. Она, в свою очередь, заявила, что готова стать первым президентом женщины в американской истории. У нас есть немного времени до выборов в Нью-Гемпшире, и мы позаботимся о том, чтобы бороться до последнего. И что знают жители Нью-Гемпшира, так это то, что когда мы выиграем президентские выборы, в этой стране я сделаю всё, что смогу, чтобы доказать вам, что вы приняли правильное решение. Остался один мужчина и одна женщина. Хейли и её союзники и до выбывания Десантиса позиционировали президентскую гонку как борьбу между ней и Трампом. Последние опросы показывают, что в Нью-Гемпшире Хейли отстаёт от Трампа на 15-процентных пунктов. При этом эксперты отмечают, что выход Десантиса из президентской гонки наносит удар по Нике Хейли. Ей нужно было, чтобы Десантис и Рамасвами остались в гонке, потому что эти люди не отбирали у неё голоса. Они отбирали голоса у Трампа. Сейчас переманить избирателей на свою сторону гораздо сложнее. Мы просто наблюдаем консолидацию тех людей, которые всё время поддерживали Трампа, и людей, которые были за администрацию экс-президента, но не очень любили самого Трампа. Для них не остаётся иного выбора. За последние несколько месяцев рейтинг республиканки Ники Хейли значительно возрос. В 2016 году журнал «Тайм» назвал её одной из ста самых влиятельных людей в мире. Занять пост постоянного представителя при ООН Хейли предложил экс-президент США Дональд Трамп. Но сохранить дружеские отношения им, судя по всему, не удалось. Хейли обвинила Трампа в беспорядках в Капитолии, а Трамп, в свою очередь, назвал свою соперницу пробайденовским кандидатом. И слова эти не лишены смысла, так как в вопросе международных отношений Хейли наметила путь противостояния Китаю, России и Ирану. Глава МИД Франции Стефан Сежурне выступил с обращением, направленным к дипломатическому корпусу, в котором отметил, что Франция обеспечит постоянную поддержку Армении. При этом, по его словам, страна нацелена на достижение мира между Арменией и Азербайджаном. Подробности столь противоречивого заявления мы обсудим с гостем на прямой связи со студией заместитель директора Института политических исследований Дарья Гривцова. Госпожа Гривцова, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы могли слышать ранее, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в обращение к дипкорпусу заявил о поддержке Армении. О какой именно идет поддержке речи? В целом, о чем это говорит? Ну, поддержка, прежде всего, как я полагаю, это моральная поддержка. Франция показывает, что она с Арменией готова ей помогать, защищать. Даже мы слышали, что они готовы поставлять какие-то вооружения в Армению, которые ни к чему, естественно, позитивному для безопасности в регионе не приведут. И, как мы видим, просто во Франции очень сильны лоббистские группы армянские, которые воздействуют на французских политиков и, платя им или оказывая какие-либо услуги взамен, заставляют их говорить такие речи или принимать антиазербайджанские резолюции, протягивать эти антиазербайджанские резолюции. Конечно, никакого реального воздействия эти азербайджанские резолюции не имеют. То есть, сколько их уже было выпущено, но ни одна резолюция не оказала какой-либо эффект. Ни на Азербайджан, ни на Армению. Да и вообще, если посмотреть, ведь за 30 лет минская группа ОБСЕ, в которой состояла сама Франция, она не то что не решила этот конфликт, она не помогла ни Армении, ни Азербайджану. Хотя у нее были все возможности для этого, когда именно была эта минская группа. Но эффекта опять же ноль. Поэтому сейчас слова, которые произносят французские политики, это больше направлено на такое укрепление морального духа некого. Поскольку мы видим, что за реальными делами ничего не стоит. И, естественно, это просто используется в качестве некого пиара или информационного воздействия. На своих слушателей, аудиторию или кого они хотят к этому привлечь непонятно. Хотя, естественно, французам до Армении нет никакого сейчас дела. У них своих дел и проблем полно. Поэтому это такая, скажем, лоббистская группа, которая пытается протащить свою повестку дня. Ну вот действия вот этой лоббистской группы, вот эти проармянские заявления и действия никак не влияют на мирную повестку Азербайджана. Но вопрос в другом. Как это влияет на поведение Армении, которую Азербайджан призывает до сих пор подписать мирный договор? Армения, как мы видим, очень стремится смотреть на Запад, хочет дружить с Западом и показывать свою лояльность и Европе, и США. Такие слова со стороны как раз-таки французских политиков, они укрепляют уверенность Армении, что она стоит на правильном пути, что она правильно поступает, поскольку Франция ее защищает. Но, как мы видим, защищает это только на словах. На деле-то ничего хорошего, приводящего к миру, приводящего к каким-либо длокосрочным инвестициям или каким-то, я не знаю, улучшением экономического положения Армении. Ничем это, как говорится, не грозит Армении. Поэтому, как мы видим, такая риторика идет уже на протяжении довольно долгого времени, и она лишь показывает, что Армения, посмотри на Запад, посмотри на Евросоюз, США, мы хотим, чтобы ты была с нами и отвернулась от своего прошлого, скажем так, от своих соседей, от России прежде всего, ушла бы от нее. Это основная задача этих европейских политиков переманить Армению на свою сторону. Поэтому такие красивые речи дают надежду Армении, что ее будут защищать, они будут заботиться. Хотя, естественно, ни один французский солдат не пойдет умирать за армянские интересы. Ну, вот, госпожа Грицова, мы видим, что глава МИД во Франции новый, а риторика и вектор тот же, это проармянский. Так, вопрос заключается в том, что для чего же Франции вот эти попытки дестабилизировать ситуацию в регионе? Ну, как я уже сказала, ей Франции нужно, чтобы Армения ушла от России, поскольку Франция и лично Макрон сам очень в большой обиде на Путина за то, что из-за него Франция теряет влияние в Африке. Мы видим, как военный контингент уходит из Африки. Плюс не получается ничего у Франции, скажем так, в противодействии России на украинском направлении. Поэтому вот такая вот месть Макрона хотя бы, может быть, на армянском получится как-то досадить Россию и оторвать, увести ее в сторону как раз-таки Европы, США и сделать своим младшим подчиненным. Но, естественно, это так называемая продажа суверенитета, когда Армения начинает подчиняться именно европейским каким-либо странам, западным своим кураторам, которые, как мы видим, ни к чему позитивному никогда не приводила. Какая бы страна ни пошла по этому пути, сейчас, в настоящее время, никакой, скажем так, стабильности или безопасности в этой стране не случается. Да, может быть, раньше, когда-то там, в 20 веке, США, Европа оказывали серьезное влияние на страны в регионах. Но сейчас нет, гораздо сейчас эффективнее и влиятельнее это страны арабского мира, тот же Катар, те же Арабские Эмираты, которые реально своими действиями оказывают какое-то влияние в различных конфликтах, в том же самом Палестино-Израильском или в Украинском. Что оказывает США и Франция, наоборот, только дестабилизирует ситуацию, и их основная задача – это посеять хаос в регионе, чтобы потом можно было им легко управлять. Ведь где есть хаос, удобно теми странами, конечно же, управлять. Это их главная задача. Господа Грицова, перед следующим вопросом разрешите процитировать слова Стефана Сежурне, который обращался к дипломатическому корпусу. Стремление, цитата, «Стремление к справедливому и долгосрочному миру с уважением законной территориальной целостности, а также права населения на достойную жизнь, с уважением его памяти, истории и культуры». Это было сказано, ну, в виде, опять-таки, проармянских заявлений. Как же быть, вот, на самом деле, с реальностью, то есть с тем, что проводила Армения, вот с этим экоцидом, культурацидом, который они устраивали вот во время оккупации? Сможно ли ее каким-то образом донести до Франции, открыть глаза все-таки на существующую правду, а не на несуществующую ложь, которую она так поддерживает? Конечно, можно это сделать, хотя сложно, как мы видим, многие армянские средства массовой информации, ой, многие французские средства массовой информации, они именно находятся под армянским контролем, и как-то в ней, скажем так, в них показать правду Азербайджана довольно сложно. Но все равно с помощью различных мероприятий, каких-либо информационных, либо выставок, либо тех же самых социальных сетей, можно показать, что есть реальность, а что есть вымысел. И, конечно же, используя все эти инструменты, ну, даже в том числе и размещение информации в тех же самых журналах, в интернете, тоже возможно, где описывать реальную картину происходящего, а не то, что там придумывают люди, которые вообще никогда не были ни в Армении, ни в Азербайджане, тем более на территории Карабаха. Поэтому, как мы видим, есть разные возможности. И, конечно же, те же самые форумы, мероприятия, которые проходят в Баку, глобальные, международные, это тоже одна из возможностей донести правду, рассказать о том, что происходит на самом деле, и повлиять на ту информационную политику, которая сейчас вот такая неоднозначная в мире. Она не только во Франции, она вообще во всех средствах массовой информации в США, в Европе, мы видим, как бы они заодно и протаскивают лишь свои идеи, выгодные им. Им, как мы видим, выгоден хаос, конфликты, и все, где могут они повоздействовать как-то. Поэтому вот такая сложная комбинация, но, конечно, с этим работать надо, и возможно, потому что правда, она все равно в итоге всплывет наружу, и все увидят, и поймут, где есть ложь, а где есть то, что в реальности происходит сейчас. Спасибо большое, госпожа Грицова, за подключение, за ваши ответы. Напоминаю нашим зрителям, что на прямой связи со студией была заместитель директора Института политических исследований Дарья Грицова. К другим новостям. Парламент Казахстана одобрил предложение президента Касымжа Мартытакаева об отправке около 430 казахстанских военных в Африку и на Ближний Восток для участия в миссиях ООН. Предполагается, что военные будут принимать участие по наблюдению за разъединением на голландских высотах и за выполнением условий перемирия на Ближнем Востоке. Это далеко не первое участие голубых касок из Казахстана в операциях по поддержанию мира и безопасности. Однако казахстанские миротворцы впервые примут в них участие под своим флагом. Тему продолжит наш корреспондент в Казахстане Димаш Низам. Казахстан – единственная страна Центральной Азии, которая участвует в международных миротворческих операциях. На этот раз военные отправятся в зону конфликта Израиля и Палестины и в Южный Судан. Они будут нести комендантскую службу и в случае необходимости разминировать, охранять объекты ООН, совершать марши и патрулировать районы. Эти задачи впервые будут выполняться под своим флагом. Ранее Казахстан участвовал в подобных миссиях ООН в составе других государств, например, Индии. Исторически Казахстан самостоятельно в миротворческих операциях не участвовал. Его подразделения участвовали под флагом других стран. Сейчас это будет миротворческое подразделение Именно Казахстана, что, безусловно, повышает престижность как самой страны, так и вооруженных сил Казахстана. То есть идет демонстрация того, что миротворческие подразделения Казахстана могут самостоятельно выполнять соответствующие задачи. Уже с марта текущего года планируется развертывание первого самостоятельного национального миротворческого контингента Казахстана. Это около 140 военнослужащих со своей техникой и вооружением в качестве роты резерва и в миссию силы ООН по наблюдению за разъединением на голландских высотах. Для этого будет заключен международный договор, определяющий обязательства сторон, а также вопросы финансирования. Военнослужащие, которые будут там находиться, будут получать от 1 тысячи долларов до 1400 долларов. В зависимости от должности, от выполняемой функции, это будет выплачивать организации объединенных наций ежемесячно. Кроме того, здесь они будут получать в месяц три оклада. В составе контингента вместе с военнослужащими мужчинами будут выполнять миссию «Семь женщин». Основные принципы работы миротворцев – законность, соблюдение норм международного права, беспристрастность и нейтралитет, уважение обычаев и традиций местного населения. Миротворческая деятельность включает в себя примирение конфликтующих сторон, переговоры, а также оказание гуманитарной помощи. Военнослужащие миротворческого контингента, они всеми конфликтующими сторонами рассматриваются как желаемые. Конечно, мы не можем исключать, что есть какие-то силы неправительственные, которые будут рассматривать этих офицеров или солдат как некоторый объект атак. Они будут недовольны, что они там присутствуют. Но это как бы недовольство неформальное. Мы понимаем, что любой военный выбирает свою специальность, выбирает специальность с точки зрения оценки некоторого риска. Такие риски есть. История миротворческой деятельности Казахстана началась в 2000 году. Тогда указом президента был создан миротворческий батальон. За это время голубые каски Казахстана успели побывать в пяти горячих точках. Димаш Низам, Сибиси, Казахстан. Франция обеспечит постоянную поддержку Армении. Об этом в своем обращении к дипломатическому корпусу заявил новый МИД Франции Стефан Сежурне. При этом, по его же словам, Франция нацелена на достижение мира между Арменией и Азербайджаном. Подробнее об этих противоречиях в следующем материале. Дружба крепка не лестью, а правдой и честью. Согласно этой поговорке, так называемая дружба Армении и Франции не такая уж и крепкая. Учитывая, что о правде и чести там и речи нет. Армяно-французский тандем – яркое воплощение политического лицемерия. За громкими словами и обещаниями, которые страны дают друг другу, не стоит ничего. Тут, как нельзя кстати, придутся строки из басни Крылова. За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку. Париж голословно кричит о поддержке Еревана. Вот и на этот раз глава МИД Франции Стефан Сежурне повторил, что страна будет продолжать эту политику. При этом руководитель внешнеполитического ведомства без зазрения совести заявил, что Армения и Азербайджан должны прийти к миру. На Южном Кавказе мы продолжим нашу поддержку Армении. Армения и Азербайджан должны, наконец, обрести мир. Справедливый и прочный мир, основанный на уважении международного права и территориальной целостности двух государств. 38-летний министр, который не имеет опыта профессионального дипломата, является близким соратником президента Франции Мануэля Макрона и возглавляет политическую партию Возрождения. Соответственно, его заявление про поддержку Армении – ничто иное, как повторение риторики самого Макрона, который под прикрытием поддержки вооружает Ереван. О каком мире в таком случае может идти речь? Справедливо было бы задать в этом случае вопрос политикам Франции – от кого и чего они пытаются защитить Армению. Война осталась в прошлом. Армения сама признала Карабах суверенной территорией Азербайджана. В одном из выступлений президент Азербайджан Ильхам Алиев прямо предупредил, что если на Южном Кавказе вспыхнет новая война, то её причиной станут деструктивные действия Парижа. Поддержка, которую оказывает Франция Армении, в первую очередь преследует её личные национальные интересы. Именно эта так называемая поддержка является главным катализатором дестабилизации ситуации в регионе. На самом деле Франция конкурирует с другими развитыми странами за господство на Южном Кавказе. Но все иллюзии Парижа напрасны. Франция терпит неудачу везде, куда бы она ни вмешивалась. После того, как её выдворили из Африки, она стала активно вмешиваться в дела Азербайджана и Армении. Но это не тот случай. Современная Франция меняет не только вектор своей внешней политики, но и действующих лиц в правительстве страны. И на пользу ли подобные перемены – вопрос открытый. Стефан Сажурне – близкий соратник и друг Эммануэля Макрона. Накануне вошёл в состав правительства, заменив во главе Министерства иностранных дел Катрин Колонну. Сажурне называют самым преданным последователем Макрона. Примечательно, что Стефан Сажурне несколько лет состоял в браке с новым премьер-министром Франции Габриэлем Атталем, который занял эту должность 9 января. Пара рассталась в 2023 году. Беновчан Азар, Вассибиси. 23 января в Нью-Йорке состоится заседание Совета безопасности ООН по Палестине. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан уже прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета безопасности ООН по Ближнему Востоку. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Турции. Ранее в понедельник в Нью-Йорк прибыл глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Группа семей заложников и протестующие перекрыли движение возле частной резиденции премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху в Иерусалиме. Участники акции устанавливают палатки на тротуаре и у дома Нетаньяху, требуя достижения соглашения, обеспечивающего возвращение оставшихся заложников в плену Хамас. Демонстранты утверждают, что останутся в своих палатках до тех пор, пока премьер-министр не согласится на сделку о возвращении заложников. Я нахожусь здесь, потому что моего сына нет рядом. Да, я хочу почувствовать то, что сейчас чувствует мой сын. Я его очень жду. Находясь здесь, я хочу, чтобы премьер-министр увидел меня. Я хочу сказать, что он делает все только ради себя. Направлявшийся в Москву частный самолет потерпел крушение на территории Афганистана. В авиакатастрофе в живых остались четыре человека, получившие различные травмы. Судьба еще двоих пока неизвестна. Афганские поисковики продолжают работу в горах провинции Бадахшан. Воздушное сутно «Фалькон» направлялось из Индии в Россию. По данным оперативной службы, самолет разбился из-за технической неисправности отказа двух двигателей. По данным агентства «Амаш Ньюс», борт врезался в гору в районе Зибак провинции Бадахшан. Израиль отвергает требования Хамаса прекращения боевых действий в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Об этом заявил премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху. Израиль продолжает боевые действия на всех фронтах и во всех секторах. На данный момент страна смогла вернуть домой 110 похищенных боевиками граждан и полна решимости вернуть их всех, что является одной из целей войны, подчеркнул Бениамин Нетаньяху. Я категорически отвергаю условия капитуляции монстров Хамас. В обмен на освобождение наших заложников Хамас требует окончания войны, вывода наших войск из сектора Газа, освобождение всех насильников Нухба и сохранение Хамас в неприкосновенности. Если мы согласимся с этим, гибель наших военных будет напрасной, а также не сможем гарантировать безопасность для наших граждан. Мы не можем безопасно вернуть домой похищенных, тогда как следующее 7 октября будет лишь вопросом времени. Я не могу согласиться с таким смертельным ударом для безопасности Израиля, и поэтому мы не согласимся на это. Ну а новости продолжит Анастасия Панайна, которая представит новости экономики. Сокар Петролиум открыла очередную автозаправочную модульную станцию в Физулинском районе Азербайджана. АЗС расположена на дороге Гаджикабу, Бахрамтеле, Миндживан. Маршрут пролегает через два района – Бейлоганский и Физулинский. На объекте установлены две топлезаводочные колонки, где предлагается автомобильное топливо всех типов. К настоящему времени автозаправочные станции под брендом «Сокар» действуют в Карабахе и в Восточном Зангизуре. В частности, в городах Шуша и Лачин, Физулинском, Ахдамском, Губадлинском, Ходжавенском и Джабраильском районах. Количество АЗС под брендом «Сокар» на освобожденных территориях увеличилось до 9, а в целом по стране до 59 станций. Сегодня исполняется три года со дня создания Агентства по развитию экономических зон Азербайджана. Как сообщил в социальной сети «Икс» министр экономики Микол Джабаров, за прошедшее время объем инвестиций в промышленные зоны достиг 750 миллионов монатов. За три года с момента создания агентства в отечественных промзонах статус резидентов получили 56 субъектов предпринимательства. Начали функционировать 17 предприятий и было создано 1336 постоянных рабочих мест. В общей сложности в промышленных зонах в целом произведено продукции на 8 миллиардов 400 миллионов монатов, из которых 35,7% или более 3 миллиардов монатов пришлись на экспорт. В отчете также отмечено, что цена на нефть на уровне выше запланирована, а также рост ненефтяных доходов Азербайджана в отчетный период будут сохранять общий бюджет страны профицитным. Отдельно следует указать, что государственный долг в странах Центральной Азии и Кавказа, включая Азербайджан, остается низким. Отношение внешних обязательств к ВВП в 2025 году составит в Азербайджане 22,2%. И для региона госдолг останется относительно стабильным в течение следующих двух лет. Во второй половине будущего года Казахстан намерен ввести в эксплуатацию первую в стране гибридную электростанцию в Жаназене. Об этом заявил в эфире телеканала 24КЗ директор департамента по развитию бизнеса и дивестициям компании «Казмунайгаз» Мухтар Авудбаев. Проект предусматривает строительство ветровой, солнечной и газовой электростанции. Их суммарная мощность превысит 240 мегаватт. По словам Авудбаева, в последнее время в Мангистаутской области наблюдается ряд технических проблем, связанных с износом оборудования. Как следует, происходит аварийное отключение электроэнергии на нефтегазовых предприятиях. Это негативно влияет на нефтедобычу. «Казмунагаз» поставил перед собой задачу обеспечить надежное энергоснабжение своих предприятий. Еще одна задача связана с достижением углеродной нейтральности и энергетическим переходом. Исходя из этих двух предпосылок, совместно с нашим многолетним партнером итальянской компанией «Эни», у нас появилась идея создания так называемого гибридного комплекса электростанций. То есть, когда работают два типа электростанции. Одна, так называемая, на основе возобновляемых источников электроэнергии, и вторая – это традиционная газовая электростанция. То есть, таким образом мы обеспечиваем надежность поставки электроэнергии на наши предприятия, в то же время обеспечиваем большее вовлечение так называемой зеленой электроэнергии. При этом доля зеленой электроэнергии у нас состоит порядка 35-40%. Как следствие, мы экономим газ, добываемый нами, и уменьшаем, что очень важно, выбросы СО2 в атмосферу. О скорой реализации проекта по строительству первой гидроэлектростанции «Камбар-Ата» в Кыргызстане президент Садыр Жапаров рассказал в интервью агентству Кабар. По словам главы государства, данная гидроэлектростанция сыграет важную роль в обеспечении страны электроэнергии. Также проект имеет значение и для соседних стран. От этой гидроэлектростанции соседи получат выгоду в виде водных ресурсов. Мы получаем выгоду только от электроэнергии. Мы используем только 1% воды реки Нарын для орошения и питьевой воды. 99% поступают в Узбекистан и Казахстан. Когда Камбаратинская ГЭС-1 будет достроена, мы сможем использовать ее для получения электроэнергии зимой, а в поливной сезон отдавать соседям достаточно воды, собранной на Токтагульской ГЭС. В ноябре прошлого года глава Кабинета министров Акалбек Жапаров сообщал, что Кыргызстан ожидает получить от Всемирного банка кредит на техническую подготовку строительства. Камбаратинская ГЭС-1 в размере 5 миллионов долларов. В интервью президент Жапаров отметил, что Кыргызстан скоро получит данный кредит. Мы готовы взять кредит на строительство первой Камбаратинской гидроэлектростанции. Мы скоро получим средства. Если ГЭС Камбарата-1 будет достроена, она окупится через 12-13 лет. После этого она, как и Токтагульская ГЭС, будет приносить пользу государству на протяжении долгих лет. Казахстан возглавил Международный фонд спасения Аральского моря. Председательство продлится три года. За это время в организации будет рассмотрен ряд вопросов, касающихся зоны стихийного бедствия. Некоторые договоренности уже в действии. К примеру, Казахстан совместно с Узбекистаном обновили стратегию водопользования. Тему продолжит Ратмир Ибраев. Высохшее Аральское море – крупнейшая экологическая катастрофа Центральной Азии. Этой проблеме большое внимание уделяют Международные финансовые институты. В результате выделенных грантов реализован ряд проектов. Тем не менее, для строительства масштабных гидрообъектов пока не хватает возможностей. Этот вопрос Казахстан поднимет во время председательства Международном фонде по спасению Арала. Эксперты считают, что это еще больше консолидирует страны Центральной Азии в сфере водного обеспечения. С 2016 года Кыргызстан, к сожалению, заморозил свое участие. Но в 2018 году фонд Арала начал работы по подготовке к совершенствованию институциональной и правовой базы МФСА. И в этой работе, как раз в региональной рабочей группе по совершенствованию, Кыргызстан принимает активное участие. Поэтому у нас есть надежда, что при председательстве Казахстана Кыргызстан вернется в состав. И мы надеемся, что как раз в этой программе работ найдет отражение и эта инициатива по привлечению технологий и инвестиций для зоны приоралия. Между тем, в феврале Казахстан и Кыргызстан начнут переговоры по водным запасам. Об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов. Стороны рассмотрят вопросы разумного использования водотоков, меры по их сохранению и защите. Страны также будут согласовывать строительство гидротехнических сооружений. К примеру, сейчас опасения у специалистов вызывает Ортутакойское водохранилище в Кыргызстане, откуда во время вегетации вода подается в Казахстан. По тому объему воды, который будет получать Джамбульская область, мы планируем где-то в марте месяце уже с каждой стороны договориться. Это уже будем смотреть накопление, потом Казгидромет даст прогноз нам на этот год по водообеспеченности. По Кировскому водохранилище на сегодняшний день объем воды по сравнению с прошлым годом больше, чем на 40 миллионов. Кировское водохранилище стоит сейчас в режиме накопления. Кроме того, проект по переброске воды из сибирских рек на юг обсуждают специалисты Казахстана и Узбекистана. По их оценкам на строительство может потребоваться около 6 миллиардов долларов. За последние три года мы создали уже промышленность собственную, которая способна сегодня покрыть около 300 тысяч гектаров в год этими новыми технологиями. Причем, когда это производится внутри, это намного дешевле. Потому что раньше мы тоже капельное рожение покупали в Израиле, в Китае, в Турции. Собственное производство это как минимум в два раза дешевле. Поэтому Узбекистан готов поделиться вот этим опытом. В прошлом году Центральная Азия столкнулась с серьезным дефицитом поливной воды и может столкнуться с ним вновь к 2028 году. Такой прогноз дал Евразийский банк развития. По их данным, переход к водосбережению представляется безальтернативным решением проблемы сохранения потенциала орошаемых земель и обеспечения продовольственной безопасности в регионе. Такая необходимость вызвана не только климатическими изменениями, ростом потребностей в воде, но и ожидаемым сокращением поступления речного стока Амудари со стороны Афганистана. Ратмир Ибраев, CBC, Казахстан. Оборот внешней торговли Узбекистана с января по декабрь прошлого года вырос почти на 24%. В денежном выражении приблизился к 62 млрд 600 млн долларов. В том числе экспорт узбекских товаров и сырья вырос на 23,8%, составив 24 млрд 426 млн долларов. Импорт достиг объема в 38 млрд 141 млн долларов, увеличившись на 24% по сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года. Существенный прирост отмечен в экспорте машины и транспортного оборудования, а также пищевых продуктов, напитков и табака. В части импорта увеличился ввоз машины и транспортного оборудования, минерального топлива, смазочных масел, химических веществ и химической продукции. В Ташкентской области будет создан новый курорт при участии инвесторов из Китая. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ташкентской области. Администрация региона во главе с главой местной исполнительной власти Заиром Мирзаевым направила делегацию для изучения условий в курортной зоне Вурумчи. Стороны достигли соглашения о строительстве нового курорта, который будет расположен рядом с комплексом Хэмэнсгарден. В феврале делегация из Китая посетит Ташкентскую область для изучения инвестиционного климата в Узбекистане и запуска практических работ по новому проекту. Предварительная сумма инвестиций в будущий курорт оценивается в 10 миллионов долларов. Сотрудничество между Европой и Азией – важная мера для укрепления мировой экономики и политической стабильности. По мнению экспертов, разъединение или игнорирование потенциала Азии может привести к ухудшению конкурентоспособности стран Европы. Поэтому важно продолжать развивать партнерские отношения и поощрять сотрудничество между этими двумя важными регионами. В последние годы все чаще говорится о необходимости сотрудничества между Европой и Азией. Это связано с тем, что Азия быстро развивается и становится все более важным игроком на мировой арене. Европа, в свою очередь, испытывает ряд проблем, таких как экономический кризис, старение населения и сокращение рабочей силы. Тем не менее, наблюдается рост торговых и инвестиционных связей между сторонами. В 2019 году объем внешнеэкономических операций между ЕС и Азией составил 1,5 триллиона евро. Основными торговыми партнерами Евросоюза в Азии являются Китай, Япония, Южная Корея, Индия и Сингапур. На венгерско-вьетнамском бизнес-форуме премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа не может удовлетворить свои важные потребности, понимая, что Азия развивается быстрее. Он также отметил, что число европейских стран, выступающих за сотрудничество с Азией, растет. И упомянул две модели взаимодействия с Востоком. Так, по словам Виктора Орбана, одни полагают, что нужно разъединяться, другие, в свою очередь, выступают за сотрудничество со странами Азии. Венгерский премьер считает, что разъединение с Востоком Европы сделает ее страны менее конкурентоспособными. Виктор Орбан выразил надежду, что Венгрия положительно повлияет на экономическую политику стран Евросоюза относительно взаимодействия с Востоком. Премьер-министр Орбан реагировал на процессы, которые происходят в последние десятилетия между США, который является доминирующей державой, и Китаем. США исходит из своих национальных интересов и старается сделать все, чтобы эти позиции не увеличились, и сделать все, чтобы этих конкурентов убрать. Потому что процесс такой, что страны Азии, Китай, Индия, они очень сильно растут, и по прогнозам глобального, в ближайшие несколько десятилетий они могут забрать лидирующее место США. В то же время политические отношения между Европой и Азией остаются сложными. Существует разногласия по целому ряду вопросов. Эксперты считают, что со своей стороны США, стремясь защитить национальные интересы, активно противодействуют конкурентам в лице азиатских стран, в первую очередь Китая, и делают все возможное, чтобы не допустить их усиления. Вашингтон также стремится изолировать своих конкурентов от своих союзников, в первую очередь в Европе. По мнению эксперта, давление со стороны США может привести к тому, что европейские правительства начнут предпринимать шаги против Китая и изолировать свои экономики и страны от азиатских государств. Давление США могут все-таки побудить, давление может усиливаться, и это побудит страны Европы, чтобы они делали какие-то шаги против Китая, чтобы они как-то изолировали, более изолировали свои экономики, свои страны от стран Азии. И, как я уже говорил, это для Европы, конечно, является трагедией или катастрофой, потому что европейский проект строится именно на основе экономического сотрудничества. Для США это вполне хорошо понятный геополитический интерес, национальный интерес, чтобы изолировать конкурентов и сделать все, чтобы остаться доминирующим игроком. У Европы в этом плане другие интересы, Европа базируется на экономических ценностях. Сотрудничество между Европой и Азией может принести взаимную пользу обеим сторонам. Европа может получить выход на новые рынки, природные ресурсы и технологии. Азия, в свою очередь, станет обладать доступом к европейским товарам и услугам, а также к западным рынкам капитала. В целом, перспективы сотрудничества между Европой и Азией представляются благоприятными. Однако, прежде сторонам необходимо преодолеть ряд политических и экономических барьеров. Нармина Хамбабаева, CBC Главой внутренний продукт Сербии при благоприятных условиях может достигнуть 100 миллиардов евро к 2027 году. Об этом заявил президент Александр Вучич на презентации плана развития страны Сербия-2027 «Скачок в будущее». Глава государства также подчеркнул, что сегодня заработная плата по стране будет составлять 1000 евро и уже в 2025 году. Сейчас этот показатель находится на уровне 836 евро. Президент Вучич добавил, что к декабрю 2027 года он ожидает, что средняя заработная плата по стране достигнет уровня в 1800 евро. В 2012 году воловой внутренний продукт республики составлял порядка 33 миллиардов евро. В предстоящий период к 2027 году, если мы добьемся успеха в осуществлении всего, что задумали, то по оценкам Международного валютного фонда наш ВВП составит 92 миллиарда 700 миллионов евро. Мы надеемся на несколько более благоприятные геополитические условия, и при больших инвестициях мы могли бы достигнуть и 100 миллиардов евро. В обозримом периоде страна приложит дополнительные усилия для продолжения своего европейского пути, сохраняя при этом отношения со своими традиционными партнерами, а также оберегая свободу и независимость. Ну что ж, к этому часу у нас пока все. Мы будем продолжать следить за ходом событий, как в мире, так и в регионе. Руфат. Спасибо, Анастасия. Анастасия Панарина представила новости экономики. Ну а это были все новости к этому часу. Чтобы быть в курсе событий, смотрите CBC и слушайте CBC FM. Анастасия Панарина представила новости экономики.